Дорогие друзья, представляем вашему вниманию аудиокнигу, подготовленную издательством AB Publishing. Приятного прослушивания! Личные финансы. О том, как их планировать. Глава первая. Деньги по плану. Что это? Куда уходят деньги? Работаешь, работаешь, а денег все равно не хватает. Нет. Вроде бы только что весело шуршали в бумажнике, а вот нет их. У вас так бывало? Наверное, да. Впрочем, никто из нас от трат не застрахован. За все в жизни надо платить. Это философское изречение и о деньгах тоже. Но что, если и доходы растут, и цены вроде бы не увеличиваются, и потребности на прежнем уровне остаются, а денег не хватает. Можно найти дополнительные источники заработка, но вот только в сутках всего 24 часа. А работа, она время занимает. Давайте подумаем, куда же уходят деньги. Вообще, мы очень много тратим на мелочи, и финансы наши утекают, как вода из крана. Вспомните, зашли в магазин, взяли самое необходимое и исключительно для удовольствия шоколадку. На следующий день еще какую-нибудь мелочь, в общем-то, незначительную. А теперь прикиньте, в месяце, в среднем, 30 дней. Предположим, 20 из них вы заходите в магазин один раз в день и покупаете мелочь, одну, рублей этак за 50. Что мы имеем к концу месяца? Не весть, куда исчезла, тысяча рублей. Ерунда, скажете вы? В самом деле, ну что такое тысяча по нашим временам? Тем не менее, эта сумма приплюсовывается к вашим остальным тратам, и результат печален. Денег привычно уже не хватает, и вы хватаетесь за голову. Ну где же они? Ведь ничего нужного и ценного не куплено. Вспоминаем, представляем дальше. Вы проспали. Опаздываете на работу. Вызываете такси. И вместо 20-30 рублей за проезд отдаете 200-300. Хотя бы три раза в месяц. Подобный форс-мажор и еще тысячи рублей, как не бывало. А вечернее возвращение? Засиделись с друзьями допоздна? Общественный транспорт уже не ходит? А пешком идти далековато? Да и лень. Можете еще какую-то сумму к непредвиденным расходам приплюсовать? В итоге в конце месяца из семейного бюджета неведомым образом испарилось уже тысяч пять. Вспомним еще перекусы в кафе, чашечку кофе после обеда и пирожное с кремом, вроде бы мелочи, а набегает их достаточное количество. И мы приходим к закономерному итогу. Денег почему-то хватает в обрез до зарплаты или не хватает совсем. И куда они испаряются, только высшим силам известно. А уж откладывать деньги на непредвиденные расходы или на отпуск вообще не получается. И если деньги разбегаются, как крысы с тонущего корабля, нам остается одно – поймать их. Для начала разберемся, куда же они уходят в вашем конкретном случае. Будем искать. Итак, давайте поищем, куда же разбегаются ваши деньги, на что вы их тратите незаметным образом. Каким образом мы это сделаем? Очень просто. Попробуйте хотя бы в течение недели следовать нескольким несложным советам. Записывайте все свои траты. Все – это значит и потраченную на дорогу мелочь, и приобретенное зимнее пальто. Носите с собой блокнот. В него аккуратно вносите все свои расходы, даже если те не отличаются большими размерами. И пусть ваша запись выглядит следующим образом. Проезд на трамвае – 12 рублей, чашка чаю – 18 рублей, булочка – 22 рубля и так далее. Оставляйте себе чеки из магазинов. Из всех, будь то продуктуру... Сампел complete. Ready to continue? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!